Приветствую вас! Мой коллега дал вам хороший ответ, на мой взгляд, подробный, достаточно четкий, но вы знаете, я постараюсь дать вам свое видение ситуации, дабы вы все-таки как-то, ну, смогли хотя бы из двух мнений проанализировать и понять, что для вас лучше. Значит, вы пишите о том, что ваша дочь хорошо относилась к вашему молодому человеку, ваша дочь хорошо его воспринимала, до тех пор, пока бабушка не стала настраивать ее против вашего молодого человека. И поскольку у бабушки, видимо, есть достаточно серьезное влияние на дочь, достаточно серьезные рычаги, ну, я бы сказал прямо, что манипулирование геи, возможно, дело здесь не в манипулировании, а дело здесь просто в том, что бабушка близкий человек, и будучи близким человеком, дочери доверяют, и считают, что то, что говорит, например, бабушка, это действительно имеет весьма серьезное значение. Но проблема в том, что бабушка делает это по своей инициативе, и проблема в том, что бабушка делает это потому, что так хочет она. И при этом она не так уж сильно и спрашивает вас, и не так сильно заботится о том, чтобы у вас все было хорошо. Пожалуй, здесь нужно заметить, что есть небольшая тонкость, в том числе, например, почему с родным отцом, например, девочка видится только раз в год. Нельзя ли сделать эти встречи почаще, чтобы она видела отца, чтобы она воспринимала, понимала, что он ее отец. Далее, у бабушки есть определенно свой мотив поступать некоторым образом по отношению к вам. И, пожалуй, наивно будет думать, что вы сможете эту ситуацию как-то исправить. Пожалуй, наивно будет думать, что вы сможете переделать бабушку, пожалуй, наивно будет думать, что вы сможете как-то ее перевоспитать. Скорее всего, это совершенно нереально сделать, и я бы не рекомендовал вам в этом случае двигаться, ну, просто потому, что вариант, на мой взгляд, совершенно тупиковый. В нем, в этом варианте действительно нет ничего, что вы могли бы, ну, для себя, для себя как-то использовать. В этом варианте совершенно нет ничего, что вы могли как-то сделать, сделать правильно и так далее. Что-то заключается вот в чем, на мой взгляд, ну, как бы, важная ситуация заключается вот в чем. Во-первых, почему вы не живете со своим молодым человеком вместе? У вас вроде бы как любовь, у вас вроде бы как все хорошо, у вас вроде бы как отношения, но что мешает вам жить вместе с ним? Понимаете, ситуация такова, что, по-видимому, чем больше вы будете жить бабочкой, тем сильнее будет ее влияние на дочь. И, по-видимому, чем больше ребенок будет перенимать то, что говорит бабушка, просто в силах того, что у ребенка высокий уровень доверия к ней, вам будет свольнее направить ее, то есть вашу дочь, в нужное правильное русло. И нужно здесь сказать о том, что, пожалуй, ни бабочка, ни ваша дочь не виноваты в том, что так получилось. Просто вы стали сами по себе, ну, определенными, определенной жертвой обстоятельств, которые у вас сложили. И нужно-то на самом деле, на самом деле, на самом деле, нужно всего лишь наслево сделать что? Вам нужно всего лишь наслево форсировать самимное проживание с молодым человеком. И я думаю, что, если вы решите для себя эту проблему, вам надо бы ее решить, потому что, ну, вы же вроде как все-таки любите друг друга, вроде как вы хотите быть вместе, по крайней мере, я сделал такое вот, исходя из того, что вы написали. И, соответственно, если вы хотите быть вместе, то, думаю, было бы правильно вам в этой ситуации все-таки форсировать, как я уже сказал, форсировать события и, ну, собственно, сделать так, чтобы не зависеть ни от кого. Тем более, что вам, по идее, должно быть не очень хорошо и приятно находиться под контролем бабочки, которая, судя по всему, человек достаточно такой проблемный. И вот этот момент, его нужно вам обязательно как-то вот для себя определить, потому что этот момент важен. Пожалуй, на этом можно закончить. То есть, понимаете, сейчас, на данный момент, ваша дочь, она целиком и полностью зависит от взрослых. Она перенимает то, что говорят в взрослых камерах, она перенимает модель поведения взрослых, она перенимает точку зрения взрослых. И, естественно, бабочка в силу своего авторитета и в силу, наверное, того, что вы вынуждены оставлять дочь с ней, корректирует ее отношения к людям. А это неправильно. Бабочка предъявит какие-то свои цели, какие-то свои, ну, выполняет задачи, а в итоге страдает из-за этого ребенок, причем страдает совершенно необратно, страдает совершенно несправедливо. Я думаю, что основной вопрос, который нужно вам задать, это почему вы до сих пор живете с молодым человеком раздельно. В любом другом случае, при любом другом обстоятельстве, что бы вы ни делали, и какие бы ни были у вашей дочери мотивы и причины для негативного восприятия людей, не думаю, что вы сможете все это сделать, не думаю, что рекомендации помогут вам просто по той простой причине, что бабочка всегда будет аннулировать то, что вы будете делать. То есть постоянное аннулирование, вот что будет происходить. И надо сказать, что если у вас отсутствует желание терпеть подобные вещи, то как можно скорее нужно устранять препятствия для совместного проживания с молодым человеком. Я не думаю, что в 4 года у ребенка могут быть какие-то веские серьезные основания для неприятия каких-либо людей, кроме, пожалуй, только мнения близкого человека. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.